друзья всем привет с вами Энди Вакс а знаете ли вы что ваш эквалайзер на самом деле это компрессор дилей и реверсивный ревер заинтригованы тогда оставайтесь с нами сегодня будем разбираться с эквализацией почему фаза решает когда используют линейный эквалайзер поехали итак друзья эквалайзеры эквалайзеров существует три типа аналоговый эквалайзер старый добрый цифровой эквалайзер это попытка сделать в виде алгоритма что-то вроде аналогового и цифровой с линейной фазой что касается аналогового эквалайзера то есть мы имеем две оси по горизонтали у нас частота низкая частота 20 герц и тогда высокая 20 килогерц по вертикали у нас в плюс и в минус децибелы то есть мы можем какую-то полосу частот выделить в сигнале выпить и можем наоборот уменьшить влияние этой частоты для сигнала чем это нам грозит в общем то тем что в аналоговом эквалайзере при таких изменениях изменяется фаза сигнала а что такое фаза сигнала да очень просто это значит что на каком-то диапазоне частот у нас часть сигнала задерживается по времени то есть это дилей только дилей в очень-очень маленьких значениях по факту это влияет на окрас сигнала вот так вот дилей в вашем эквалайзере что касается цифровой эмуляции это попытка сделать аналоговую железную версию но уже в виде алгоритма чтобы мы могли использовать это очень быстро и удобно на компьютере первые аналоговые эмуляции были не очень удачными но качество их росло росло и выросло в эквалайзера с нулевой задержкой самый известный наверно fab фильтр pro q но там кроме zero delay режима то есть режима с нулевой задержкой есть еще режим с натуральной фазой который максимально они попытались приблизить к аналоговой эквализации что касается кривых и что самое важно что касается фазы и конечно же есть режим работы с линейной фазой при этом у нас дикая задержка которая естественно компенсируется нашим хостом при этом у нас гораздо большая нагрузка на процессор и при этом у нас фаза не страдает где же подвох спросите вы почему бы не использовать время эквалайзер в линейном режиме и почему линейных режимов так много на самом деле линейные режимы они связаны не с качеством обработки они связаны с качеством проработки низких частот а именно со смещением фазы на низких частотах чуть позже я покажу это визуально на практике мы об этом послушаем посмотрим и что же также негативного может произойти с сигналом да где ждать подвоха также эквалайзер с линейной фазой вносит такой эффект он как бы копирует ваш исходный сигнал переворачивает его реверсирует и вставляет в начало вот такой неприятный эффект который называется при ринг или пред звон также ваш эквалайзер может быть компрессором потому что в линейном режиме обработки он срезает пики сигнала пики очень сильно страдают трэнсиенты страдают и сигнал теряет панчовость что же делать спросите вы дальше я расскажу в каких случаях стоит использовать линейный эквалайзер и в каких случаях его использовать категорически не стоит мы посмотрим послушаем и убедимся на практике что все методы хороши только тогда когда вы знаете как их правильно применить ну а дальше патроны продолжают смотреть если вы еще не патрон то присоединяйтесь всего два доллара в месяц и вы получаете все мои видео вы получаете все оповещения которые приходят перед спонтанными стримами также есть дополнительные формы поддержки мои на патреон все деньги идут естественно на развитие канала на то чтобы не опубликовать какую-то левую рекламу на канале также патроны которые меня поддерживают от 10 долларов и выше получать все мои звуки все мои просеты к инструментам к эффектам в общем думаю что будет полезно всем кто использует музыку и звук для заработка двигаемся дальше